Совсем другая природа, не то что в Керчи. Мы продвигаемся на набережную к памятнику затопленных кораблей. Сейчас вот в предыдущем видео я вам показывала и сама наслаждалась. Здесь три бухты на кораблике, а мы за 40 минут помчались. А сейчас мы идем, посмотрим памятник за утонувшим кораблям где-то здесь на набережной. Про экскурсии, про цены я вам потом скажу. Вот на кораблике 500 рублей стоит на человека. Здесь указ Екатерины от 14 июня. Там говорят, что от 14 июня город заложен. Тоже вот как бы на память. Севастопольская мусора раньше называлась Охтиярской. Потому что находится в Киарской. Давай, не будешь как вам переводить. Говорит. Перевод. Нет. Так что вот 14 июня замечательные. Такие парень видос. Сейчас говорю у нас полторы тысячи. Хорошо, если мы пару десятков посмотрим с вами. Говорим эти числа. В честь 220-летия в третьем году установили эту доску. Сейчас мы ехали от Бахчисарая до Севастополя. Дорога была уже такая более-менее интересная. Но окна грязные, не поснимаешь дорогу. А сейчас я уже на юге Крыма. Крым раньше назывался Таврида. И когда Екатерина подписала указ в 1784 году, то Крым назывался Таврическая губерния. И мы ехали сейчас по трассе Таврида, которую построили. Закончили строительство в 2019 году. Я уже вижу памятник затонувшим кораблям. Это растение называется гед... Сейчас, подожди. ...пятого года тоже, как и памятник в 1905 году. Памятник затонувшим кораблям. Сделали при базарике. Потому что это было 50-летие, да. Это замечательное здание. Это тоже 1905 год. Эстрадная площадка для духового оркестра, который сопровождал всех гуляющих. Вот. Ну, как интересно. Приморский бульвар. Приморский бульвар. Свернули. Ну, природа здесь совсем другая, да, друзья? Ну, потому что уже юг. А я представляю, что в Ялте. На дворе еще зима. А здесь уже набирают красоту тюльпаны. С этой стороны нет. Господи, говорят, скоро снег будет. Это ж все замерзет. Еще на минуточку. Значит, вот деревья, которые вас окружают, и будут долго туда всюду. Вот эти пятнистые. Называются платан. Или... Кленовидный... Кленовидный... Кленовидный платан. Или чинара восточная. У него двоение. Чинара восточная. Или кленовидный платан. Платан. Замечательные деревья. Их много. Огромное. Они полезны. И дает огромный тень. Тень. Не отставайте, пожалуйста. А у них, вы спросите, у них там какие-то плоды. Да. Есть плоды у них. Они очень... Интересно. Лысые, да? Как лысенькие. Как лысые. Ну да, да. Пикистые. Ух ты! Магнолия. Магнолия. Уже сразу видно, что на юге Крыма здесь уже цветочки. Уже розочки. Смотрите. Магнолия. 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 Здесь вы, мы по постепенно, вот сидите, мы с вами еще в двух парках. Вот. А березок нигде нет. Даже в Никитском ботаническом саду. Не сажают? Да. И сажали бы, но не выдерживают ничего. Здесь за ними ухаживают и они, видите, какие маленькие вот сейчас наши березки. Это какое-то неотвестимое. Второго дерева дуба Чтобы солнце не мешало, надо условно переходить Продолжение следует 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 Продолжение следует...